Дарья, привет! Привет, Настенька! Соединились такие удивительные, талантливые творческие люди в одном бренде. Творческие люди – это постоянное какое-то сопротивление, это не всегда же совместное решение, с которым один и другой согласен. Как часто приходится спорить при создании того или иного шедевра вам? Ну, спорить, видимо, всегда приходится людям творческим, да, от этого не уйдёшь, это жизнь, вот, но нам всё-таки удаётся прийти к компромиссу, вот, когда мы находим решение, которое может удовлетворить не только, ну, в общем, обе стороны, вот, а самое главное для нас – это интересы клиентов. А если говорить об усовершенствовании вашего бренда, да, вот именно модели бренда, я знаю, что уже много даже известных людей не только среди женщин, но и среди мужчин заинтересованы в вашей бренде, в вашей коллекции, и некоторые уже даже носят. Вы наверняка задумывались про мужскую линию, а не думали о том, чтобы сделать унисекс, чтобы это было и в этом смысле практично? Ну, можно, конечно, но вот лично я, я считаю, что женщина должна всё-таки быть женщиной, а не как сейчас носят эти какие-то мешки, мешковатые, что непонятно, то ли она девушка, то ли она мальчик, вот, поэтому лично для меня это важно, чтобы девушка была женственная, мужчина был мужественным, поэтому… Мне не хотелось бы у них секса, чтобы на каждого можно было одеть и пойти. Всё-таки должно быть отличие какое-то. Я вот там консерватор. Я так понимаю, что ты вдохновляешься не только через людей, но ещё вот через путешествия, через страны. Какая страна тебя больше всех вдохновляет? Меня вдохновляет город в России один очень сильно, это Санкт-Петербург. И меня вдохновляет Италия со всеми её творцами, всем этим великолепием. Венеция, Флоренция, это мне всё очень нравится. Меня вдохновляет музыка, живопись, какие-то книги, которые, ну, не современные были. То есть я живу вот таким каким-то, возможно, романтизмом, но… Ну, это очень здорово. А как часто вы путешествуете вместе? Ну, достаточно часто, как нам позволяет время, возможность, потому что в разных местах показы. Мне бывает, нам бывает нужно, чтобы кто-то поехал в одно место, кто-то в другое. И не всегда мы можем быть, соприкасаться вместе. Амбассадоров вашего бренда уже много по России. И планируете ли вы расширять границы и набирать новые лица для вашего бренда? Да, собираемся. Вот совсем недавно я познакомилась в Москве ещё с двумя девушками новыми. Они тоже достаточно часто участвуют в различных показах и так далее. Им тоже понравилась наша одежда. И живут они в Нижнем Новгороде. И вот мы ездили туда, проводили фотопроект с нашей одеждой. И тоже планируем их опубликовать в журнале. Потом фотографии и немножко рассказ о них. О Нижнем Новгороде очень понравился город. Везде, где мы бываем, мы стараемся. Ну, то есть не то, что мы стараемся, мы находим людей, они сами нас находят. Нам очень нравится делать фотопроекты, знакомиться с разными людьми, с разными девушками. Смотреть, кто воспринимает нашу одежду. Я обратила внимание, что вы дополняете одежду аксессуарами, красивыми на голову, на украшения. А, быть может, уже задумались о том, чтобы делать обувь или сумочки? Да, задумались. Вот, Настенька, ты чувствуешь мой потенциал, который у меня в голове накапливается. То есть мне бы хотелось, ну, нам бы хотелось, ну, значит, ободки мы начали делать на голову. Тоже все как-то всем нравятся, все восторгаются. Вот, и сумочки, и обувь. То есть тоже как-то сделать даже, возможно, коллекцию, чтобы это было просто маленькие черные платья. Очень такие сексуальные, такого плана. И чтобы они дополнялись, может быть, ободком, серьгами, сумочкой, туфлями. И как бы вот ничего лишнего больше. Я желаю вашему бренду развития. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Вы делаете потрясающе красивые вещи. И я уверена, что ваш бренд будет существовать долгие-долгие годы. И о них будет говорить весь мир. Спасибо большое. Тоже надеюсь очень на это.